Очень необычный день. Сегодня, в этот день, в 66-м году. Лидония, потише, пожалуйста. Что произошло? Заргопада с нововым искомым. Заргопада с нововым искомым. Реально, это для нас один из самых важных дней. Если мы возьмем историю, то мы увидим, что до прихода Шилы Бхакти Сидданты Сараслати Токура здесь как бы не было организаций. Если Шилы Бхакти Сидданты Сараслати Токур был первым, то религию облег в движение, в организацию. Спасибо. В те времена не было какой-то аккредитации, не было GBC, который говорит, вот этот может быть Гуру. Шилы Рупа Госвами, Санатана Госвами, Локанат Госвами. Кто мог сказать, что вот поэтому вы можете принять инициацию. Такого не было. Это духовный учитель. Принимайте. Люди были чисты. И они видели внутренний мир человека. Они принимали прибежище в этих личностях. Но Бхакти Сидданты Сараслати Токур в этом вопросе был новатором. И он создал организацию. И мы видим, что по факту, если бы не было организации, где бы мы были? Без общества преданных мы бы не смогли практиковать. Не смогли. Общество преданных – это наше спасение, это наша надежда, это наша удача. Поэтому для всех нас очень и очень важно оставаться верными ИСКОН. Можем ли мы сказать, что ИСКОН – уникальная организация? Может быть, нет. ИСКОН, например, не является организацией, где больше всего последователей. Ислам, христианство – там гораздо больше последователей. Сказать, что в ИСКОН какая-то уникальная философия – похоже, тоже нет. Потому что есть много течений, школ, других самопродаев, в том числе и Гаудия-Маха. Гаудия-Вайшнаб, который проповедует эту же философию. Но в то же самое время ИСКОН уникальна. Потому что в ИСКОН есть такой великий Ачария, как Шила Прабхупат. И поэтому мы должны быть верными ИСКОН и Шила Прабхупат. Это наш путь. Это наш путь. Не думайте никогда, что мы сможем чего-то достичь на духовном поприще. Благодаря нашей эрудиции, нашему какому-то знанию, нашим каким-то аскезам, нашему подвижничеству. Я не знаю, чего еще. Нет. Успех в духовной жизни зависит от нашей способности удовлетворить духовного учителя. Только от этого. Если Гуру доволен, если Шила Прабхупата доволен, то... И да, у нас он. То тогда... У нас проливается поток милости, если Гуру доволен. Без сомнения. Итак, мы должны быть очень благодарны Шиле Прабхупат. Для нас это очень большой день. Может быть, почему... Ну, не знаю почему, но как-то он так... Даже в ИСКОН Майпур не слишком отмечается. День основания. Ну, по идее, для нас это очень важно. Очень важно. Очень важно. В свое время я проходил определенные периоды. Я был свидетелем того, как... Разваливались ядры. Я жил в одной ядре, это было в Тираспиле, когда половина преданных ушло в Гаудиамат. И так как в том месте, где я жил, Гаудиамат, это не было большим движением, то в итоге все эти люди перестали практиковать. Все. Ни один из них не остался. Все в Майе. Они перестали следовать принципам. Они перестали следовать принципам духовной жизни. И все. И на этом все. Конец. А не это? А? А не это плохо? Те преданные, которые ушли в Гаудиамат. Не потому, что Гаудиамат это плохо. Боже упаси. Нет, нет. Но я сейчас к тому, что как важна организация. Как важна организация. Потому, что в организации мы можем как-то проявлять себя, быть полезными. Представьте себе, если бы не было храмов. Представьте себе, если бы не было Божеств. Если бы не было книг Шилы Пракхупады. Что? И мы бы так же ходили, как и некоторые говорили. Ну, я верующий. И вот, посмотрите. Насколько бы мы продвинулись. Ну, хорошо. Мы сегодня почитаем. Мы продолжим читать. Я не знаю, сколько мы пройдем. В прошлый раз мы прошли один абзац. Сегодня абзац побольше. Может быть, мы его пройдем. Итак, сичитания сикшамбрита. Мы читаем вторую голову. Я не знаю, сколько мы не через. Вероней, кто читал? Кто готовился? Не так много. Ну ладно, читали, но не готовились. Когда извечно присущая человеку вера становится крепкой, он встает на путь спонтанной преданности Кришне или Рагамару и беспрепятственно продвигается по нему, не придавая большого значения правилам и запретам священных писаний. Но если вера человека еще слаба, он должен в своем духовном развитии руководствоваться указаниями истинного духовного учителя. Вера в Бога обычно складывается из веры в слова как священных писаний, так и духовного учителя, поэтому следование заповедям священных писаний очень важно. Об этом свидетельствуют следующие слова Господа Чайтани, обращенные Пракашанани. О Господин, если позволишь, я объясню тебе причину своего необычного поведения. Да будет тебе известно, что мой духовный учитель считал меня глупцом. Он сказал мне, поскольку ты недостаточно разумен, чтобы изучать Веданту, всегда повторяй святое имя Кришны, которое представляет собой суть всех физических мантр, гимна. Просто произнося мантру с именем Кришны, можно освободиться от оков материальной жизни. Поистине, повторения Харе Кришна достаточно, чтобы обрести прибежище в синие лотосных стоп Господа. Повторение святого имени, которое содержит смысл всех ведических гимнов, это единственная подлинно духовная практика в нынешний век Кали, что подтверждает все священные писания. Поведав о могуществе Маха-мантры Харе Кришна, духовный учитель научил меня еще одному стиху и велел всегда помнить и повторять его. В Кали-югу нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути духовного совершенствования, кроме пения святого имени, святого имени, святого имени Господа. Получив это указание, я стал все время повторять святое имя, однако результат привел меня в некоторое замешательство. Произнося святое имя, я переставал сознавать окружающее и начинал смеяться и рыдать, танцевать и петь, как безумный. Собравшись с мыслями, я решил, что святое имя Кришны затмило мое духовное знание. Обнаружив, что святое имя свело меня с ума, я немедленно, неминутно обратился за разъяснениями к своему духовному учителю, смиренно припав к его лотосным стопам. «О, Господин, что за мантру ты мне дал?» Повторяя ее, я совсем потерял рассудок. Святое имя, произнесенное в экстазе, заставляет меня танцевать, смеяться и лить потоки слез. Выслушав меня, духовный учитель ответил с улыбкой. Особенность Махамантры Харе Кришна в том, что любой, кто произносит ее, сразу же обретает экстатическую любовь к Кришне. Благочестие, экономическое благополучие, чувственные наслаждения и освобождение считаются четырьмя целями жизни. Но, по сравнению с пятой и высшей целью, любовью к Богу, они не более ценны, чем пучок соломы, валяющийся на дороге. Читание Читамы, там, это Магия, 7, 71, 84. Конец абзаца. Итак, чем бы вы могли поделиться? Да. Можно спросить. Спросить? Да. Вот с трудом представляется, что Ишко Рапуль вот так вот наставлял, действительно, должен почитать свои вопросы. Это действительно так оно и происходило? Есть где-то это описанное в беседах? Или это просто интерпретация Господом читания из-за его смирения каких-то слов, которые, может быть, совсем не так сказал Ишко Рапуль? Матыш, я не знаю, у меня нет. Можно спросить у ведомых, которые, может, не знаю, может быть, он уже любит. Правда, что Ишко Рапуль сказал, что ты глупец? Ну, что ты глупец. Слушай, он говорит, как здесь, может быть, он не может быть. Но ты не можешь это сделать. Он не может быть. Он может быть. Он может быть. Это не я. Мой мам. Когда-то вообще как бы открытка, легко как бы пораниться, как так, не знаю? Уязвима. 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 Уязвима, да. Она очень уязвима. Мы хотим, чтобы у нас было какое-то доказательство. Мы приходим в духовную жизнь, потому что то, как я жил раньше, не сработало для меня. Поэтому для этого нужно очень много уязвимости, чтобы признать и сказать, мои представления не работают. И если сам распочитание смог выразить вот эту уязвимость, то он показал самое великое качество вредного. И очень много доказательства, которые можно встретить на странице Шримад-Багвата, потому что самая высокая истина была открыта для тех, кто были в наиболее смиренном положении, показывали себя уязвимыми. И этот вопрос напоминает мне о том, что многие сампродайи вообще даже не принимают груз по читанию. Потому что для них никакое количество доказательства не будет считаться достаточно. И если мы смотрим на это с точки зрения такого уязвимого положения, то достаточно доказательства. Что это моё понимание? То, как я это понимаю. Спасибо. Ещё что-то при этом? Такой более прагматичный вопрос. Я прослушал, посмотри, там написано, что какой-то произносит или произносит в эту стадию. Один раз оказал, где экономическое благополучие всё это. Я просто не милость послушал. Или это имеется в виду без оскорблений, когда произносится? Все они делаются. Итак, что вы скажете, преданные? Нет. На самом деле, то, что касается четырёх целей. Гамны, Адхи, Камны, Мокши. Здесь говорится, это ссылка на читание Чаритамбриту, что они блекнут по сравнению с любовью к Богу. Но, тем не менее, здесь говорится, особенность Макамантры Харе Кришна в том, что любой, кто произносит её, сразу же обретает эстетическую любовь к Кришне. Как вы это понимаете? Это вопрос к вам. Как вы это понимаете? Да, Макши. Я думаю о том, что мы должны произносить без оскорблений. Мы должны произносить именно так, как учит нас духовный учитель, как учит наш Шила Прабхупада. Это подразумевает внимательное повторение. Это подразумевает без оскорблений произнесение Святого Имени. И это подразумевает знание самбанка. То есть, Шила Прабхупада говорила, что вы не можете повторять без оскорблений. И Бхактиринода, который будет, если у вас нет понимания самбанка Харьяна. Если у вас нет знаний, если у вас нет понимания этих отношений, вы просто будете повторять с оскорблениями. И это будет не повторение Святого Имени, это будет тень. Бхактиседанта Сарасати говорит, что на определенном уровне мы повторяем тень Святого Имени. То есть, это не само Святое Имя. И это процесс, это можно повторять тень Святого Имени, потому что это помогает нам очищаться. То есть, на уровне коней Шхатки Кай мы повторяем тень Святого Имени. И пока это не Святое Имя. Вот тут говорится, что Святое Имя достаточно один раз поднести, и все, будет любовь Бог. Спасибо. Итак, это Абхаз. Абхаз. Хорошо. Еще что-то? В эту тему. Что-то еще? Да, Малыш. Вот такой пример, когда женщина рожает ребенка, она, ну, что-то бы к ней не прочитала, у нее нет опыта. Но именно, когда она каждый день служит этому ребенку, каждый день любовь делает для него, у нее появляется вкус, любовь, счастье, и она уже жить не может быть. Вот так же и Святое Имя. Мы можем мечтать все книги. Но если каждый день мы не будем служить ему, если каждый день мы с любовью не будем его повторять, и жить ради него, то так и останутся просто прочтенные книжки. То есть, если ты не стала матерью, если ты... Да, так же, если ты училась плавать в море, да, в воде по книгам, но ни разу туда не взглянула, будет сложно. Поэтому Святое Имя, ну, вот это просто. Если каждый день мы с любовью занимаемся, и повторяем его, служим ему, тогда, естественно, много. Хорошо, спасибо. Еще что-то? Можете еще раз прочитать? Еще раз прочитать? Да. Послушайте, реально, это благословение. Во всяком случае, Шила Бхакти Виналад Такор описывает, что Ши Чайтань Магапрабху, когда переспросил, что происходит у Гуру. Гуру дал ему, он повторяет, он испытывает экстаз, он поет, танцует, он не может ни о чем думать, кроме святого имя. Что происходит? И учитель говорит ему. Мне духовный учитель ответил с улыбкой. Особенность Махаманты, Харе Кришна, в том, что любой, кто произносит ее, сразу же обретает экстатическую любовь к Кришне. Реально, Святое Имя столь могущественно. Шила Прабхупада, комментируя нектар наставлений, говорит, что Святое Имя – это и цель и средство. И цель и средство, без сомнений. Но если Святое Имя для нас – это средство, то мы должны правильным образом использовать это средство, пользоваться этим средством. И Рубака с вами говори, каждый день внимательно. Тогда к языку вернется сладость. Никак иначе. Если каждый день внимательно, тогда мы ощутим вкус Святого Имя. То, что ощущал Сичи Данима. Мне показалось, что эта цитата связана с первым предложением этого абзаца. Потому что ей говорится, что особенность Махамантры, что любовь, кто произносит, сразу обретает экстатическую любовь к Кришне. А в первом абзаце, в первом предложении, Шила Бхазанова Топур пишет, что когда вера становится крепкой, он встает на путь спонтанной преданности Кришны, или с Рагамаркой. И тогда беспрепятственно продвигается ко мне. То есть здесь, в Рапуре, он говорит, что ты произносишь с верой. Если ты произносишь с верой, только тогда ты обретешь экстатическую любовь к Кришне. Итак, в самом начале абзаца, то, что мы начали считать, Шила Бхазанова Топур говорит о квалификации. И он говорит, что если есть твердая вера, тогда человек способен спонтанно следовать. Что это за твердая вера? Что это за уровень? Ништка. Это уровень ништки. Да, ништка и выше. Когда у человека появляются ручи преданного, когда появляется привязанность, осадки, тогда вот это происходит. Но в то же самое время мы видим, что действительно звук Святого Имени, звук Священного Писания, звук, трансцендентный звук, он действительно наполняет сердце преданного. Например, мы часто вспоминаем о том, что когда Шила Прабхупада, когда он был на Джаладутии, когда он перенес два сердечных приступа, Шила Прабхупада писал, что единственным для меня утешением были слова Чайтани Чаритамрита. Это то, что наполняет сердце. Чайтани Чаритамрита. Для нас утешением являются таблетки, когда нам плохо. То есть таблетка тогда становится хорошо. Все, тогда без проблем. Но для преданного это Чайтани Чаритамрита. Когда, помните, есть много разных историй. Когда Джая Девга Свами написал Гитагу Винду, кто первый, кто ее выучил на изувисти, кто ее пел постоянно, это был кто? Это была Падмавати. Падмавати – это его супруга. И интересно, что Джая Девга Свами, когда в Гитагу Винде описывает Кришну и Шимати Радарани, то там он называет Шимати Радарани очень часто Падмавати. Рассказывает историю, как однажды Падмавати она пошла в поле собирать какие-то фрукты, какие-то плоды. И она пела Гитагу Винду. И Джаганат сошел с алтаря, и он пошел за ней. Это просто звуки Гитагу Винды. Он не мог удержаться. И он сошел с алтаря, и стал идти за ней, и слушать Гитагу Винду, как она поет. И она почувствовала, что кто-то идет за ней. И она откинулась. Тут Джаганат раз и исчез. И она продолжила собирать и петь. И она продолжала петь Гитагу Винду. И Джаганат опять появился. И украдкой шел за ней. И в этот момент, в следующий момент она очень быстро повернулась. И успела его заметить. И Джаганат решил вернуться на алтарь. И когда он вернулся на алтарь, и когда панды открыли алтарь, все увидели, что на одеждах Кришны колючки, который прицепился к нему. И когда царь увидел это, он позвал Пуджари и был очень недоволен. И он сказал, как это так? Что это за новые одежды такие? Вот в колючках. Что происходит? И он сказал, ты должен разобраться. Как так получилось, что Джаганат так плохо одет? И этот Пуджари, он молился. И Джаганат тогда решил спасти его. Он пришел к царю Пури и сказал, что я не могу, когда под Мавати, я не могу сидеть на месте, когда под Мавати поет Гитагавинду. Я не могу здесь просто стоять. Поэтому, пожалуйста, сделай так, чтобы раз в день она приходила в храм и пела здесь для меня Гитагавинду. То есть сам Господь увлечен трансцендентным звуком. Сам Господь. Помните, когда в разлуке с Господом, в Симати Радарани готово оставить тело. Единственное, что ее приводит в чувство, это когда гопи ей на ухо начинают петь Харикришна Махаманду. Она приходит в себя. И когда Джайдевга с вами и под Мавати, они жили в Пури, то однажды под Мавати она была, она очень дружила с супругой царя. И они как-то были вместе. И так случилось, что кто-то пришел и сказал, что у ее сестры муж оставил тело. И ее сестра, сестра жены царя, совершил обряд сати. И под Мавати, когда услышала это, она сказала, что это не целомудренно. И под Мавати сказала, что когда жена супруга узнает, что ее муж оставил тело, она не ждет, когда возведут погребальное, сделают этот костер, огонь. Она тут же оставляет тело. И эта царица, она очень затаила на нее обиду. Она подумала, когда-то я тебя проучу, когда-то я тебя проведу. И вот прошло какое-то время. И они были опять вдвоем. Эта царица и под Мавати. И она подговорила одного из слуг. А Джайдев тогда ушел куда-то в полумничество. И этот слуга забежал и сказал, что Джайдев, когда ушел, он ушел через джунгли. На него напал тигр. И он, ну так сказать, убил его. И под Мавати тут же упала заметно. Тут же она без чувства упала. И когда эта царица увидела, когда они ее пытались привести в себя, они ничего не могли сделать. Они не могли, она оставила тело. И когда об этом узнал царь, он не знал, что делать. Он понимал, что это обман, что просто, ну как бы, решили, ну типа пошутить. Чтобы Мавати оставила тело. И он распорядился, чтобы немедленно нашли Джайдева, немедленно вернули его. И он пришел через какое-то время, это было не через полчаса, это было, может, на следующий день, или еще через день. И когда он увидел, что произошло, он стал ей на ухо петь Гита Галинду. И она ожила. Итак, когда сердце чисто, трансцендентный звук оказывает такое влияние на преданного. Мы должны очень ценить, что мы имеем святое имя. Мы должны очень ценить, что мы имеем шастру, которая сладостна от начала до конца. Преданные они счастливы читать о Кришне, потому что для них Кришна интересен как личность. Чем он занимается, что он делает, как он живет, что он любит, что ему не нравится. Это жизнь преданности. И мы должны культивировать это. Хорошо, еще что-то по этому сделаю. Интересно, может, в этом предложении говорится, что если вера сильна, то встает на путь спонтанной преданности. Но дальше пишется, если, например, у вас не сильная вера, то нужно руководствоваться указаниями истинного духовного учителя. И вера в Бога обычно складывается из веры в слова как в священное писание, так и в духовного учителя. То есть здесь, говорится, дается нам путь. Путь, который мы не на спонтанном уровне, пожалуйста, следуем вставлению его изучать священное писание. Таким образом твоя вера будет крепче. Но интересно, что связь с предыдущим абзацем, который мы почитали в прошлый раз. Здесь говорится, что шрадха и вера, шрадха благоговение и почтение. И получается, что вера, она складывается не в то, что мы только действуем убежденно, то, что гуру дал священное писание, но при этом мы испытываем благоговение и почтение. То есть наша практика сопровождается благоговением и почтением. И это значит шрадха. И это вот о том, что говорим о благоговении и уязвимости, то есть это смиренное состояние сознания. То есть мы испытываем благоговение и почтение в процессе, в практике, в духовном учителе, к священным писаниям, кришне и в этом вере. Спасибо. Спасибо. Я помню это дата. Да. Спасибо. Спасибо вам большое, всем, кто поделился. Это замечательно слышать вашу обратную связь. Я только что думала о том, как святое имя, оно уникально в том, что с ним у нас особые отношения. Отношения, которые невозможны ни с кем из людей. Потому что если мы в течение многих жизней, не обращая на него никакого вообще внимания, но тем не менее, когда мы все-таки приходим к нему, святое имя не отвергает нас. Оно принимает нас, несмотря ни на что. Оно не отказывает нам. И я просто думала о совершенстве этих отношений с нам. Когда-то Бхагри Гянага с вами, опираясь на йога-сутры по Танжалину, говорил, что для того, чтобы достичь успеха в любой деятельности, неважно, это материальное или духовное, необходимы три условия. Первое условие – это то, что этой деятельностью мы должны заниматься долгое время. не так, что я уже два месяца повторяю святое имя и до сих пор не испытываю, не чувствую никакого экстаза. Второе – Бхагри Гянага с вами говорит. Итак, первое – долгое время. Второе – не прерываясь. Не прерываясь. То есть, это означает быть стабильным. Это не так, что я повторяю, повторяю, потом чуть-чуть не повторяю. Я принципом следую, следую, потом чуть-чуть не следую. Это не практика. И третье – то, о чем Солила, на что обратила внимание с прошлого абзаца. Это то, что мы должны относиться к той деятельности, которую мы совершаем, с величайшим почтением и уважением. Мы должны очень уважительно относиться к практике. Не так, что там. Заодно, так сказать, и мантру повторяю. Нет. Великое почтение и уважение. Тогда это даст, тогда это даст плод. Такое повторение. Подпись. Поехали. Попробую. Поехали. представьте студент, он пришел учиться на врача, он как бы еще никто и ничего не знает абсолютно но у него есть глубокая медитация и само это усыщение, что он уже врач он только начал читать и изучать всю эту литературу, но у него уже глубокая медитация, что врач так же и меньше мы можем быть нечистыми, мы только начали читать и изучать новую литературу, или в начальной стадии лимитации должно быть неплохо, что я достигну чистой литератности благодаря вашему святому литературу в эту тему я также помню, как однажды Девамрита с вами в одной из своих лекций он приводил пример отношения к святому имени и аналогию отношений в семье и он говорит, что он приводит пример, описывая семейную жизнь, если мы не внимательны по отношению к святому имени он говорит, представьте себе, к вам обращается жена, что-то спрашивает или о чем-то говорит а вы увлечены чем-то своим и вы не служите но жена вам что-то говорит, а вы не внимательны и потом что? о чем речь? будет жена довольна или нет? скорее всего нет а представьте себе, если это не один раз, а много раз что будет чувствовать человек, с которым вы живете? если вы по отношению к нему очень поверхностны и невнимательны что будет чувствовать этот человек? если вы постоянно на своей волне где-то а представьте себе, что это не один раз, не два, не пять, не сто, а всегда так будут у нас отношения? не будут не будут не будут не будут жена скорее всего подумает, может быть я не с тем связал что-то еще? или почитаем еще? 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 еще один может быть два, пожалуйста нет 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 у нас могут быть еще, так сказать, какие-то сомнения может быть может быть у нас не будет крепкая вера но мы уважительно это означает, что мы ценим то, что нам дали почему мы относимся пренебрежительно по отношению к Святому Имени? потому что, я скажу откровенно, мы до конца не понимаем, что мы имеем мы до конца не понимаем, что нам дал Шичайтанима и что нам дал Шичайтанима и что нам дал Шичайтанима и что нам дал Шичайтанима я помню, как-то я слушал эту историю, я ее слушал из Усмиранджа на Махараджа, но так или иначе когда один ученик пришел к своему гуру и попросил что-то ценное и он дал ему святое имя он сказал, что выше этого ничего нету это самое ценное, что может быть и этот юноша он ушел от гуру и он шел и он видел как прачки на берегу реки они стирают белье и поют Харе Кришна потом он видел, как рыбаки вытягивают небо и тоже поют Харе Кришна и мальчики играют в футбол, пинают там мячик и тоже поют Харе Кришна и он подумал, он мне дал самое сокровенное он мне дал самое ценное а тут все это знают, о чем речь и он прибежал обратно к гуру и он спросил его ты сказал, что это самое сокровенное но об этом знают все и тогда гуру ему дал драгоценный камень и сказал, вот это драгоценный камень ну пойди и ему дай и он пришел к прачкам и говорит вам нужен этот камень? они посмотрели, он маленький или более, что с ним делать он нам не поможет, чтобы сделать белье чистым когда рыбаки увидели, они посмотрели и подумали ну может как груз использовать для неба и мальчики, которые играли в футбол, они подумали, так что с ним делать с ним даже футбол не поиграешь и так это ценность, это богатство, но люди не могут это оценить и в этом наша проблема, в этом наша сложность для того, чтобы, так сказать, изменить этот ход наших мыслей мы должны действительно много погружаться и читать почему Рубака с вами, когда произносит святое имя, он говорит я хочу, чтобы у меня было тысячи языков и тысячи ушей почему? а я не чувствую никакого влечения дурдаю дурдаю причина во мне и так это означает, что мы должны очень ценить то, что мы имеем мы должны любить то, что у нас есть мы должны любить эту духовную практику и вкладывать в нее сердце потому что если мы не научимся любить то, что мы делаем в духовной жизни мы будем любить то, что мы делаем в материальной жизни нам это будет доставлять большее наслаждение и мы будем считать ту деятельность более важной почему? потому что мы не научились любить эту деятельность мы к этому относимся поверхностно мы чуть-чуть попробовали есть дела поважнее да, мы вычитываем почему? потому что обещали но это не духовная жизнь это не духовная жизнь духовная жизнь это то, что я получаю от духовного учителя я это ценю как величайший дар как величайшее благословение величайшую милость, которую он дал мне это означает с почтением и уважением относиться к этому хорошо 15.30 почитаем еще следующее, пожалуйста он небольшой Слова «Духовный учитель научил меня еще одному стиху и велел всегда помнить и повторять его» свидетельствуют о том, что следование заповедям Священных Писаний укрепляет веру. По утверждению Шичайтани Магапрабу, единственным авторитетным аргументом в духовных вопросах являются слова Ведических Писаний, а вовсе не логические умозаключения и философские изыскания. Какова суть того, что вы сейчас услышали? Услышали? Поймите, какая у нас будет самбанда, такая у нас будет и практика. Какая у нас будет практика, вот того мы и достигли. Чаще всего это разочарование, метод не работает. А почему такие выводы? Потому что практика никакая. Почему практика никакая? Потому что нет понимания. А откуда приходит понимание? Что питает веру? То, о чем здесь говорится. Совершенно верно. Шастра питает веру. Я прочитаю еще раз. Слова «Духовный учитель научил меня еще одному стиху и велел всегда помнить и повторять его» свидетельствуют о том, что следование заповедям Священных Писаний укрепляет веру. По утверждению Шичайтани Махапрагу, единственным авторитетным аргументом в духовных вопросах являются слова ведических писаний, а вовсе не логические умозаключения и философские изыскания. Да, Маша. Говорит Духовный учитель. То есть его слова не отличны от того, что говорит Шастра, и мы должны соответствующим образом жить. И это опять же тоже Священное Писание, как я понимаю, и целесредство. То есть мы следуем заповедям Священных Писаний, и это тоже укрепляет веру нашу. Ну то есть вначале мы ее обретаем с помощью Священных Писаний, а потом мы ее опять же укрепляем с помощью следования Священных Писаний. Очень хорошо, спасибо. Что-то еще? Такое слышала в ситуации у нас. Знакомый начал очень сильно прессовать своего... Он начал прессовать своего отца, потому что тот долги нарабатывал. А этот знакомый, он профессионал в финансовой сфере, он не есть прозвание, и он начал его сильно прессовать. Но отец не сколько? Конечно, потому что он облачет семейства, что будет с его сушиться. Ну и... Ну и... Ну да, чуть-чуть. Отцы и дети. И финансы. И дошло до того, что они подрались с отцом по финансам. И этот знакомый, он себя защищал Священными Писаниями. Он говорил, что Чанаки-фанди говорит, что отец враг семейства, если он не придал к ним. Потом Бхагава там говорит, что тот, кто грабит богатство, убивает жену, забирает земли, того убивает на месте. Да, то есть он как бы с учением Писаниями, но с другой стороны принес беспокойство всей семье. Мать потом на него позлилась, что как ты с отцом себя делешь, сестра позлилась, ну, естественно, отец тоже. Но он говорит, что спустя какое-то время отец как бы понял, что в финансовом вопросе сын был прав, но отношения с матерью и сестрой он не испортил. И вот как тогда понять, он с лета вроде бы был Священными Писаниями, но испортил отношения, ну, вроде бы с отцом уже наладили. Ну, по-мужски они там забывают быстро, а у женщин же не быстро забывают все наследие. И как понять вот, где следовать, где не следовать? Это докажется, потому что мы услышали и узнали эту историю, значит не забывают. Ну, имеется ввиду, что у мужчин проще все, это так кажется, все полностью. Да, Маташа, не-не-не, надо ответить. Да. То есть Маташа приводит пример, что человек действует на основе Священной Писания, на основе шастры, но при этом бьет отца. Да. Да. А? А? А не подрались? Не, подрались. Подрались? Ну, не прям там с кровью и все остальное, но как бы там… Подрались без крови, я понял. Да, без крови. 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 Ну, как бы вопрос, он тоже немножко, ну, по эту тему. То есть человек, он знает шастру. И, по-разумевается, если… Вот, мы только что читали, что шастра, она украпляет веру. Но, когда у человека твердая вера, у него еще качества тоже появляются. А мы видим, ну, вот в таких ситуациях, что получается шастру, что человек знает, но веры и как следствие качества у человека нет. Почему так происходит? Совершенно верно. Это очень уместно. Очень уместно. Итак… Итак… А? Может просто ахидея не попросила? То есть амбанка, может, была правильная, а вот это с ахидеей проблемой. Ну, подрались, вот ахидея. Еще, еще. У меня было большое доказательство, что в Махабхарате говорится, как Кришна себя ввел с Браданом на поле боя Куракшетры. Если у него цель хорошая, результат хороший, но средства могут быть не очень хорошими, то есть хитрые. Потому что с хитрым человеком нужно вести себя так, как вот Кришна со всеми вот этими куроками. И так все равно, вопрос остается вопросом. Да. В Махабхарате говорится. То есть, железная логика вообще-то с Махабхарате. Что с Артайом написано? Это Мальяда. Мальяда – это уважение. Поэтому… Ну, это получилось как философия Хурицы. Что он не подходит, то принимает. Что он не подходит, то отрицает. А самое главное, если мы хотим чего-то достичь уважения. А в шастрах сказано, что родителям нужно оказывать уважение без помощи. Шилапраупад как-то… Брамананда ему пожаловался, что мама там вообще… Песком, Паска и все такое. И он… Ну, в его интонации звучало неуважение к Материне. Браманде это очень не понравилось. Он сказал, она твоя мать. Она тебе жизнь дала, она тебе воспитала. И в таком долгу перед ней, что какая-то философия. Сначала вот эта философия. И он говорит, все должны к ней приходить. И к Манеси. Брамананда. Приезжай домой в следующий раз. И звонит дверь. Мать открывает дверь, вдруг слышит грохот. Никого не видит. И она смотрит. А Брамананда внизу. Кланяется. Вот. И… Ну… Ей, конечно, это не понравилось. Потому что, ну, в Америке, вдруг сын тут наверх валяется. Вдруг соседи видят. А то и все. И она, конечно, увидела, что это было. И бог проупали. Они к ней. Но, тем не менее, проупаться, да. Просил оказывать уважение родителям в сербную ученицу. Поэтому… Да. Если доказывать философию без уважения, то это приводит к вот такому результату. Это просто приведет все к разрушению. Если потом… Поэтому… Есть также у нас… Как это называется? Этикет. Что мы не можем наставлять старших. А отец, мать – это наши самые старшие. Потому что мы должны идти к авторитету. И с ним поговорить. В данном случае отца. И чтобы они с ним не поговорили. Тогда отец может услышать. Это… Ну… Ну… Это было про претенную речь? Отец не претен, я отец. Он претен. А… Претенную. Ну, в общем, марьяда вот не была соблюдена. Поэтому… Все и пошло. Как мы… Как мы… Делаем… Как это называется? Задачку, да? Учисление. Плюс. Столько. Минус это. Посередине что-то неправильное. Все. Ну… Ну… Получается, когда не знал шастры. Раз он так поступает. Об этом и речь. Идея заключается в том… Да. Главатички были хорошо знают шастры. Они выполняют рекламы. Четко все делают. И это у них нет молитвенного настроина. У них нет искреннего состояния. И у них не меняется… Их сердце не меняется, они не очищаются. Да. Очень верно. Очень верно. Итак… Совершенно верно. То есть… Шастра… Это астра. Это оружие. И… Пользоваться шастрой или астрой… Нужно под руководством. Изучать шаастру. Потому что… Как правильно Матер заметила. Знание… Это… Смирение. Терпение. Отказ от насилия. Это знание. Это и является знанием. Когда человек обретает качество. Но когда к нам приходит знание. Типа эрудиция какая-то. Мы начинаем гордиться. И начинаем смотреть поверх голов. То это означает, что знания нет. Знания нет. Мы ничего не достигли. Тогда будет обман. Сама обман. Помните как… Это было с Карной. Тогда он пришел… Парашурами. Он дал ему секретное оружие. Он дал ему секретную мантру. И он предстал перед ним, как Брама, и Парашурама открыл ему сокровенное знание, он дал ему. Но потом произошел случай, когда он отдыхал, и когда Карну жалил скорпион, он терпел. И Парашурама увидел это. Он увидел это. И он сказал, ты обманщик, ты обманул меня. Ты представился, ты пришел как Брама, но ты к шатре. А Парашурама и к шатре это несовместимое. И он проклял его, он сказал, эту секретную мантру, которую я дал тебе, когда она тебе будет нужна больше всего, ты забудешь ее. Ты забудешь ее. Когда твоя колесница увязнет, и тебе нужно будет вспомнить, ты не вспомнишь ее. И так и произошло на Курушетре. Когда его колесница завязла, и когда он не мог двигаться дальше, и когда его атаковали, ему нужна была эта мантра. И он ее не вспомнил. Чуть-чуть не так. Чуть-чуть не так. Я сейчас закончу, но потом Бактири Янах с вами говорит, описывая эту историю. Он говорит, что то же самое происходит в нашей жизни. Что когда, если мы ведем себя неправильно, и когда колесница нашего тела завязнет, скажем так, когда мы будем одной ногой здесь, одной ногой уже там, то мы можем не вспомнить эту мантру. Мы можем не помнить о Кришне в этот момент. Если мы ведем себя как карма. Нечестно. 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 У них было три проклята у Карама. Один проклят был такой, чтобы когда ему надо выщекшать, который Баршрам отдал, он забудет в самое то время, которое ему надо было. По лестнице у него было второе проклятое из земли. Он когда-то нажимал землю так сильно, чтобы гиль из этого, ну, какое-то свое другое проклятое, чтобы по лестнице он не мог бы вытащить из земли. А то, что шекча было во время, когда он сражался Аджуна, он забыл в самый тот момент, когда ему надо было. То есть два разные проклятные моменты. Очень. Это детали. Спасибо. Спасибо. Итак, мы должны понимать, что шастру нужно изучать под руководством. И когда мы изучаем под руководством, у нас должны проявляться какие-то качества, которые Кришна провозглашает Бхагавадгити как знания. Тогда это правило. Иначе нет. Иначе нет. Когда мы много читаем, когда мы изучаем. Это может привести к тому, что подобно тому, как у человека может быть комплекс неполноценностей, но есть и другая сторона этой медали. Это комплекс превосходства. Что я сам знаю. Я лучше знаю. Не надо меня учить. Не учите меня жизни. Лучше помогите материалам. То есть, это не тот эффект и не тот результат, который мы должны получить в результате изучения шастры. Да, Маташа. Выбудь мою руку. Немножко с другой стороны по эту фразу подумалось, что шастра, она укрепляет веру. Иногда нам кажется, что нашу веру укрепляет какие-то совпадения в жизни. Или когда наш опыт подтвердил что-то. И нам кажется, что наша вера укрепилась. Но это укрепляется, получается, не настоящая вера, а логика шага. А вот Батсинар Топор здесь говорит, что настоящая вера, она укрепляется именно благодаря нам. Да, поэтому и говорится шастрия шага. Поэтому так и говорится шастрия шага. Потому что большинство из нас, скажем так, мы находимся в большей или межестепени на сентиментальном уровне. И когда происходят как бы чудеса, которые, как нам кажется, Кришна подмигнул, все, я что-то увидел. Скажем так, я вам скажу более того, если взять современный искон и ученичество как таковое, то, как бы это ни звучало, может быть, я не знаю, не так сладко может быть, а горько. Но тем не менее, в подавляющем большинстве, большинство из нас, преданных как бы учеников, мы больше ориентированы на дикшу, чем на шикшу. Но что такое дикшу для нас? По сути, это чудо. Я положил банан, мне там дали что-то, дали, еще дали, еще дали. Все, свершилось. Но духовная жизнь, она подразумевает дикшу без сомнений. Но нам нужно научиться зависеть от шикши. А дикши является продолжением шикши. Никак не наоборот. Это означает, что мы должны быть, прежде всего, зависимы от наставлений. Зависимы от наставлений. Это должно быть нашей духовной жизнью. Скажите, когда мы последний раз получали наставление? Делай так, и мы делаем. Когда? Когда? Мы живем, предоставленные сами себе. Мы живем, предоставленные сами себе. Что мы будем получать на выходе? И так, духовная жизнь означает жизнь в зависимости. В зависимости от гуру, от ачарии, от шастры, от наставлений, от шикши. Тогда это ученичество. Тогда это ученичество. Тогда, возможно, мы будем двигаться по этому пути. А не довольствоваться, как говорят, духовным минимализмом. Я получил минимум 16. Прекрасно. Минимум 4 и минимум 16. Ну, вот он минимум. Минимум 9. Какие вопросы? Все хорошо. Вот это сделано. Да, Маташа. Я с этим хотела задать вопрос. Не знаю, на каком виде. Черт, коллектив. Как правильно принимать руководство? То есть, у меня есть опыт позитивный. Особенно, спустя какое-то время, когда я почувствовала, я буду идти только к тем личностям, которые меня по-настоящему вдохновляют. И я чувствую у меня освобождение. И тяжело вообще принимать руководство, доверяться. Потому что есть достаточный опыт, когда в каких-то трудных ситуациях, когда ты столкнулся в какое-то время в сознании Кришны, жизнь же идет, и бывают какие-то, ну, вообще трудные ситуации, которые сложно разрешить. И, ну, больной был очень опыт, что потом 15 раз подумаешь, прежде чем рассказывать что-то врачного. Вот. То есть, что означает действительно быть под руководством, то есть продолжать этот путь, проживать разочарование и, ну, идти все-таки позитивно по этому пути? Что такое предмет? В любом случае мы должны быть способными отделять семена от племени. У нас разнообразная жизнь. Мы состоим из многих составляющих. Но мы должны стать для себя источниками вдохновения на духовном пути. Это означает, что если мы находим для себя гуру, наставника, то прежде всего мы приходим к ним за какими-то духовными наставлениями и вдохновляемся этим. Это не означает, что гуру – это Бог, который полностью может прочитать, увидеть, предсказать. Иногда гуру может менять свои наставления. Он может сегодня сказать одно, но через время сказать другое. Так было совершенно правопады. Он смотрел по ситуации. Но гуру – не Бог. Поэтому мы должны быть… Опять, ну, что говорить о просто наставнике? Который, может быть, не справился со своим, так сказать, чем-то, ну, так сказать, знанием, которое ему доверили. И он потом это стало достоянием общественности. Вот пример. И потом ты понимаешь, я больше никогда ничего не скажу. Но у нас никто… Но духовная жизнь… В этом не заключается, что рассказывать все свои, так сказать, и, условно говоря, слабости какие-то. Мы должны искать источники вдохновения для духовной жизни. Это не означает, что мы всем подряд открываем свое сердце. Это не означает. Потому что, во-первых, мы должны быть уверены, что это человек. Даже когда… Это большой вопрос. Это вопрос даже для зрелых людей. Если… Во всяком случае так нас учат, когда речь идет о заботе о преданных. Когда подопечный реально открывает свое сердце и говорит о своих слабостях. Будем ли мы способны продолжать его любить и ценить его? Будем ли мы способны? Это большой вопрос. Я помню, когда-то… Я рассказывал как-то… Это было собрание наставников в Киеве. Это было много лет назад. И тогда появился сайт «Вайшнава Сэва». И наставники решили, давайте мы будем вести учет садганы онлайн. Когда мы учитываем манту. Сколько мы в день читаем книги. Поем ли мы каждый день киртан. Ну и так далее. Ну и как бы… Ура патриоты там. Давайте, давайте. Конечно. Здорово, классно. Вот. Ну я скажу честно, я до сих пор веду. Но… Мне очень запал ответ… Вернее вопрос одного из нас, который там сидел. И этот преданный сказал, преданный, а вот что вы будете делать, если вы увидите, что я самый слабый из вас? Вот что вы будете обо мне думать? А все равно кто-то будет слабым. Будем ли мы способны принимать этого человека и говорить, что же он за нас там? Что же он за старший? И так это большой вопрос. Это большой вопрос. Поэтому мы должны быть очень внимательны и очень оберегать свою веру. Если какие-то бытовые вещи… Если мы открыли кому-то и потом это стало… Может быть не стоит этого делать. В этих отношениях может быть стоит довольствоваться только чисто духовной сферой. И… Меня вдохновляет этот человек, так сказать, как проповедник. Как… Так сказать… Я чувствую, что это для меня саду санга. Все? Хорошо? Прекрасно? Прекрасно? Прекрасно. Опять-таки, я, может быть, повторюсь. Я неоднократно об этом говорил. Когда мы говорим… Да-да-ти-и-прати-грих-нати-и. Гу-хи-ам. Ах-я-ти-плич-кати. Гу-хи-ам. Поверять свои мысли. Спрашивать о сокровенном. Гу-хи-ам. Бхакти-Видьянага с вами комментирует это. Говорит. Не думайте, что сокровенным является, когда вы кому-то открываете свою маю. Это не сокровенно. Это и так понятно. Мы все в мае. В большей или меньшей степени. Не это является сокровенным. Сокровенным является то, когда мы обретаем какой-то вкус. Мы обретаем какой-то опыт. И мы этим делимся. Или задаем вопросы. Вот как сегодня мы читали. Читание Магаправоучитель сказал, повторяю. И он стал испытывать экстазу. Он опять пришел к нему. Что со мной происходит? Это сокровенно. А не то, что я там нарушил пятый принцип. Это не сокровенно. Поэтому не думайте, что если вы с кем-то это поделитесь, вы о чем-то сокровенном поговорили. Поговорили о своей маме. Ничего сокровенного. А если мы действительно хотим избавиться, да, мы можем поговорить с тем, кто действительно нам может помочь. Справиться, например, с какой-то анарткой, которая есть у нас. Надо идти к тому, где мы чувствуем, что человек может мне помочь. И вот с ним можно поговорить. Что-то еще. Много времени уже, да? Поехали. Поехали. Вот эти абзацы, они показывают, насколько Господь Читания, он ученик по отношению к своему духовному учителю. То есть вот это ученичество, которое не хватает западному людям, в отличие от восточного, то есть восточные люди, у них это в крови, в природе, уважение к старшим, принятие в Гуру. И вот я хотела вам отчеровать в Гуру. Спасибо. Что она может посоветовать, как нам, будучи в телах, в западных телах, но при этом быть хорошими учениками, на что важное качество обратить внимание. На самом деле у меня есть вопросы, которые связаны с этим. Могу. 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 Может быть, из всего, что я сегодня услышала, есть две стороны духовной жизни. Как вопрос относительно веры. Есть вера во что-то. Могу. 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 У нас есть ритуалы, религиозные, но глубокая вера, что я говорю, это трудно для всех, не для всех. Даже в восточной культуре, да, у нас есть эта культура, понимание ритуалов, для нас проще как-то обратиться к религии. Но тем не менее, вот эта глубокая внутренняя вера, она сложна для всех, по крайней мере для меня точно. Мне зависимости от культуры. Как в начале Вы говорили о верности, о Шри Прабхупаде, об этой любви, это то, что необходимо, это нам очень нужно, но мы же не можем из себя это выжить. Мы не можем себя заставить это почувствовать, как это возможно. Может быть у Вас какие-то есть идеи? Я не думаю, что я скажу что-то новое. В любом случае, во-первых, здесь было несколько вопросов. Что касается Святого Имени, я могу лишь сказать то, как я это понимаю. Это не моя реализация. Тем не менее, насколько я понимаю, Святое Имя по-настоящему становится для нас прибежищем, когда мы берем обет, что мы будем служить Святому Имени. Сегодня приводили уже этот пример, и я, может быть, его повторю. Бхакти Вигянага с вами приводит этот пример. Он говорит, что подобно тому, как когда у матери рождается ребенок. И, может быть, в начале она еще не сильно привязана к Нему. Она только родила Его. Но каждый день и каждую ночь она служит Ему. Она не спит ночами и служит, и служит, и служит. И он говорит, чем выше жертва, тем глубже привязанность, и тем будет глубже любовь. То же самое относится к нашей духовной практике. Если для нас это повторение Святого Имени, это служение, чем выше будет эта жертва, тем в большей степени мы будем ощущать, что это для меня прибежище. Никак иначе, никак иначе. Я согласен, что вера, она не возникает искусственно. Ну, вернее, говорится, что встреча с преданным, этот элемент встречи заключается в том, что преданный вкладывает бхактилату, биджу, семя бхактилаты. Бхактилата биджа. Но наша задача его поливать. Наша задача ухаживать за этой лианой. Таким образом? Изучать шастру под руководством. Иметь благоприятное общение. У нас есть анги преданного служения. Пять или девять, или шестьдесят четыре. Как говорится, что... Бхактира Самрита Синду говорит, что существует шестьдесят четыре анги преданного служения. Но Бхагаватам говорит девять. Шабанам, Киртанам, Вишна Асмаранам. Но Чайтанья Чиритамрита говорит пять. Но Чайтанья Бхагавата говорит о нереальных скидках. Всего два. Всего две анги. Одна анга — это повторять святое имя. И вторая — никогда никого не критиковать. Итак, насколько мы усердны в этом? В двух, или пяти, или девяти анграх, или хотя бы в одной. Наша вера будет укрепляться? Насколько мы усердны в этом? Понятно, опять-таки, вера — это результат не только наших усилий. Это также и результат милости. В то же самое время мы должны понимать, что милость, которую мы рассчитываем получить от Гуру, мы должны вести себя таким образом, чтобы у Гуру появилось желание пролить на нас милость. Он не обязан, он не должен, но ученик ведет себя так, что Гуру хочет что-то сделать для него. Помните эту историю с Мадавендрой Пури, Ишвара Пури, который служил, а перед этим он и служил кто? Рамачандра Пури. И он его изгнал, Рамачандра Пури, Мадавендра Пури. Он изгнал его. Он не понял, что происходит в сердце Мадавендра Пури. Но когда Ишвара Пури служил ему, Мадавендра Пури, это описано в читании Шритамрите, в комментарии Шритамрита говорит, Мадавендра Пури, он молился за своего ученика, чтобы Кришна принял его служение. И это для нас путь, это для нас духовная жизнь, когда старшие за нас молятся, когда Гуру за нас молится. Но в каком случае это произойдет? Если Гуру будет доволен нашим служением, никак иначе. Тогда он благословляет. Так же, как дети в семье. Они все любимы. Это все наши дети. Но тем не менее, на кого-то сердце отзывается чуть больше. Потому что вот кто-то вот очень... Вот он такой, что вот просто вот... Вот хочется для него вот все просто. Слушается. А? Слушается. Слушается, да. В том числе. В том числе. Все равно они все дети. Но по отношению к кому-то нечто большее. От чего это зависит? От чего это зависит? Потому что отношения – это улица с двухсторонним движением. Я не знаю, что еще добавить. Простите. Я точно не должен давать наставления. Я просто поделился, как я понимаю. Я думаю, что нам нужно остановиться. Сегодня мы также отмечаем день рождения. Мады Жи Субанги Мады.